Дорогие мои, я хочу вам сказать такую вещь. Сейчас, прежде чем начнёт учёбу, нам надо сделать один очень хороший механизм, чтобы вы немножечко ещё кое-что добавили. Внимание обратите. Первое, с чего начнём, надо научиться ставить цели. Научиться ставить цели, с какой целью мы пришли на этот тренинг, и записывать эти цели. Первое, если мы не записываем эти цели, знаете, что будет? Внимание, знаете, что будет? Мы тренинг проходим, когда тренинг заканчивается, у вас будут ощущения, классно прошёл тренинг, и вот и всё, но вы пойдёте домой, изменений не будут в жизни. Надо писать цели, которые приведут к неким изменениям в вашей жизни. Внимание обратите, есть два вещи, два вещи. Первое, много людей не знают, что такое учиться. Учиться другой, изучать другой. Внимание, внимание, изучать это другой. Изучать мы возьмём какой-то нибудь предмет, изучаем его. В основном средняя школа направлена, и вообще в вузах везде направлена на 95%, может быть даже 28% на подтверждение фактов, на изучение фактов. Внимание, внимание, изучение. Сколько там материк существует, когда Наполеон напал в Россию, сколько вид пингвинги существует в Антрактиде, сколько кул в водотихом океане, сколько растений в Байкале и так далее, и так далее. Согласны? То есть мы учимся с вами, большинство информации, которой учимся, она направлена на изучение. То есть мы изучаем что-то, а учиться – это другое. Как вы думаете, что такое учиться? Я всегда начну свой тренинг с этой фразой. Что такое учиться? Учиться – это не набор информации. Это не то, что узнавать что-то новое. Учиться – это принести в свою жизнь некие изменения. Это измениться самому, стать больше, чем кто-то есть. Внимание, внимание. Некоторые люди очень много знают мудрые фразы, очень много читали книги, они рассказывают очень много хороших вещей, очень сильных вещей, но сами не изменились. Ихний характер, ихняя личность как были слабы, так и остались слабы. Я встречаю людей, которые Библию наизусть знают. Я встречаю людей, которые Коран наизусть знают, но они сами не изменились. Вы понимаете, о чем это речь? Они такие статьи рассказывают, они такие вещи говорят. Я встретил таких людей, которые классиков наших хорошо знают. Понимаете? Они их статьи копируют и говорят. А на самом деле в жизни они ничего не добились, и не реализованы. Они не изменились. Учиться – это не подтверждение фактов, это не набор новой информации. Учиться – это значит знать, как принести в свою жизнь некие изменения. Но изменения не появятся в нашей жизни, пока не изменимся сами. У вас есть компьютер. Если вы много туда информации загружаете, что произойдет своим компьютером? Зависает. Согласны? Кто из вас заметил, что ваш компьютер иногда зависает, если вы туда много информации загружаете? Последнее мое понимание о мышлении людей, какой результат? Представьте на минуту. С восьми лет мне мама отдала на старнику. Я начал изучать философию жизни, психологию и так далее, и так далее. Много классиков изучали и так далее. До сегодняшнего дня мне 37 лет. Сколько лет получается, что я изучаю мышление людей? С восьми лет до 37 лет. Как вы думаете, за 29 лет я с детства находил рядом с наставником, который был мастером. Он был просветленный человек. Я видел, как он общается с людьми. Я видел, как он советы дает людям. И я в этом вырос. Я в этом вырос. И я в этом вырос каждый день. Каждый день я это видел. Суд моего разговора в чем? Суд разговора в том, что за все эти годы я пришел к пониманию, что многие люди, их сознание вообще не раскрыто. Они просто спят. Мозг человека почти, мое видение, на 95% тормозит. Просто тормозит. Кто из вас заметил, что когда у вас есть какая-то задача в вашей жизни, замучается вот голова, вот так, вот смотрите, мыслительный процесс попадет в зону умственного барьера и начинает мучиться. приживает. Приживает. И когда не могут найти выход, потом человек что делает? Ну ладно, об этом буду думать завтра. И это откладывает опять на завтра. И так проходит годами. И вы знаете, это действительно так. Поверьте, это правда. Чем мы сейчас занимаемся с вами? Одной из технологий, которые мы используем за эти наших учебах и так далее. Почему я объединил физические труды и все, все, все и так далее. Чтобы в каком-то мере освободить умственную энергию, как-то помочь. Потому что ваш мозг сидит на базе ваше тело. Если ваше тело уставшее, если ваше тело не выспавшее, мозг не соображает. Вы согласны с этим? У вас бывала ситуация, что вы не выспались, вы устали. Тогда ваше образование вообще не работает. То есть не соображаешь. Если ты не выспавший, все раздражает. Если ты уставший, все раздражает. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно телу давали правильное направление, правильно, чтобы чуть-чуть очистилась, чтобы за счет этого мы могли развить умственную энергию. Чтобы это помогло нам расширять масштаб финансового интеллекта. Понимаете, у многих людей ограниченное сознание. Они мысли доограничены. Они реально мысли доограничены. Мы сегодня с вами об этом будем говорить. Завтра буду догадывать уже, как приобрести недвижимость и так далее. Пошагово пойдем. Внимание, обратите. Значит, прежде чем начнем, еще кое-что хочу, чтобы вы сделали. Вы написали свои цели или вы не успели писать? Я разговаривал, возможно, вы не успели. Или успели? Очень хорошо. Если вы успели писать свои цели, это очень важно. Теперь цели должны быть измеримы. Измеримы. Внимание, обратите. То, что мы не можем измерять, мы не можем, можно сказать, контролировать. А то, что не можем контролировать, мы не можем управлять. Я повторяю. То, что мы не можем измерять, мы не можем контролировать. А то, что ты не можешь контролировать, это невозможно управлять его. Поэтому, родные мои, сделайте такую вещь. Пишите такие цели, которые вы могли бы измерять. Самое главное, ваш мозг мог бы их понимать, измерять. Например, через полгода, скажем, построить один денежный поток. Или через год, или через полгода купить первенедвижимость. И так далее. Я могу вам сказать так. Если у вас некий опыт есть в бизнесе, если у вас масштаб финансового интеллекта расширенный, если вы в жизни пережили потери, попали в долгу когда-нибудь и так далее, поверьте моим словам, в районе полтора-два месяца у вас уже появится первенедвижимость. Возможно, у кого-то даже раньше появится. А если у кого-то не было подобного опыта, нужно требовать время. Определенное время требуется. Система, которую я вас обучаю, это стратегия, которую я разработал 7 лет назад. 7 лет назад я разработал эту стратегию. Но я ее в течение года попытался реализовать. Я попал кучу в долгах. Потому что я двигался вперед, но у меня не хватало опыта. Опыта управления. Опыта, как построить это управление, чтобы оно не развалилось. Дети бывают, вы видите, как дети домики строят? Она разваливается. Точно так же, потому что не хватает опыта и знаний. Согласны? Взрослый человек, когда построит дом, как-то она более надежна. Точно так же я построил бизнесы. 7 лет назад она начала развалиться. Это в 2008 году. 7 лет назад, да. Конца седьмой, второй половины седьмой, восьмой год и так далее. Была суперсистема, супермеханизм. Но у меня не было опыта управленца. Я не был профессиональным бизнесменом. Я был хорошим инвестором. Я был хорошим, можно сказать, бизнес-тренером. Но хорошим профессиональным управленцем я не был. Я во многих местах выкладывал деньги в просветающие бизнесы, но самому управлять. Оказывается, совсем другое. Это разные вещи, ребята. Поэтому вот этим что хочу сказать? Этим хочу сказать. У кого-то из вас появится недвижимость совсем ближе, в течение полгода. Возможно, половина зала так будет. А половина из вас в течение года появится, в течение два года появится. Это нормально. Но стратегию, когда вы используете, через три года, я могу уверенно сказать, что любой из вас, три-пять лет, видит на механизм ежегодно, как минимум, один недвижимость. Спокойно. Видит на этого уровня. Дорогие мои, теперь, прежде чем сейчас говорить дальше, мне нужна еще одна важная вещь от вас. Еще одна важная вещь. Это ваше эмоциональное состояние. Это ваше эмоциональное разум. Оно должно быть максимально настроено на супер и раскропощенность. И я думаю, что мы сделаем одну тренинг до того, когда сейчас начну говорить о деньгах и начну говорить о других вещах. Можете однажды вставать. Вставайте, стручка, тетрадь ставьте на скаминку, чтобы они не упали. Да, да, это всего 10 минут займет, но она позволит нам потом большего добиться. Договорились? Очень хорошо. Сделите такую вещь. Вы сделите такую вещь. Вам надо свободно, свободно подойти. Любому человеку, минимум более 20 человек надо обойти. Вы подойдете. Кто подходит, кто первый успеет, рот открыт, он открыт. Вы говорите так. Что во мне тебе нравится? Вы понимаете, о чем речь? Мы должны полностью все барьеры убрать, чтобы вы здесь не были чужими людьми. А потом будет бомба. Вы договорились? Вы подходите. Каждому, кто вам нравится, поймайте его. Что во мне тебе нравится? И этот человек вам рассказывает. Договорились? Вы должны минимум пройти более 20 человек. Это важно. Договорились? Начали. Да, да, быстро-быстро. Пожалуйста, присаживаемся. Как у вас настроение? Супер! Понимаете? Это важно. Теперь поехали. Поехали. Бизнес-недвижимость. Дорогие мои, почему бизнес-недвижимость? Почему именно? Теперь внимание обратите. Дорогие мои, наша стратегия, наш разговор будет не о том, как просто купить себе жилье. Будет о том, как в итоге цель стать какого-то своего рода специалистом или профессионалом по приобретению недвижимости и по управлению недвижимостью. Честно скажу вам, из всей виды бизнесов, которые я делал в жизни, самая легкая – это недвижимость. Кто мне понял? Но у него есть свои нюансы. Если ошибка допускаешь, дорога обойдется. А вот я много делал бизнес. Недвижимость. Почему недвижимость? Дай следующее. Смотрите, почему недвижимость? Смотрите, дай все, дай сразу все. Смотрите, стоп, 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 не торопись. Вам все равно нужно жить как минимум, где-то должно быть крыша над головой. С другой стороны – это стабильность, экономическая, как это стабильность создает. Кто из вас заметил, что по вашей недвижимости, например, люди, когда хотят говорить про вас, они сразу спрашивают, что он имеет? Потому что недвижимость создает стабильность. Согласны? Она как это фундамент создает. Какой-то фундамент. И это фундамент – очень важный фундамент. Да, несколько. Соответственно, смотрите, это благо. Это полезно. И это, понимаете, юридическое право у вас там, уверенность из везде, где-то можете заложить. Знаете, это хороший рычаг. Хороший рычаг. Статус человека. Супер статус. Дальше. Дай поча. Источник дохода. Конечно, понятно, что там его стоимость, цена, совокупность и так далее, и так далее. Я все не буду прочитать, я буду говорить, только пройду. Вы то, что читаете нужным, пишите себе. Дальше. Поэтому, когда мы говорим с вами о недвижимости, нам надо понимать о самого кирпича, или о самого крыши и так далее. И не только о жилье. Надо понимать о селом, о его уверенность завтрашнего дня. Все люди работают, говорят, хочу оставить детям что-нибудь. Потому что недвижимость создает обеспечение старости. Люди говорят, что не хочу, что старости за двером оставаться и так далее. Поэтому большинство людей хотят, чтобы в молодые годы обеспечить себя недвижимостью. Недвижимость помогает. Вы знаете, я видел многих людей, которые ради недвижимости братья и сестра ругались, расстались. Муж, жена, вообще семью потерялись. Родные стали чужими, как чуть-чуть не врагами стали почти. А почему? Это от нехватка знаний. Это правда. Сегодня, когда вы меня до конца сегодняшнего тренинга послушаете, думаю, что вы тоже придете к этому выводу. Знаете, в мире много изобилия, в мире много хорошего. Оказывается, все трудности связаны с нехваткой наших знаний. Все сложности, все трудности, все наши проблемы, они связаны с нехваткой знаний. Эти проблемы сами по себе не появляются. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok